друзья подписчики всех приветствуем в общем за съеду по делам будет достаточно долго он сами видите 30 минут здесь можно посмотреть какие красивые украшения в трейлер парке у нас честь наступающих christmas праздник но это американское рождество как бы мог нашему особо не относится но все равно американские праздники тоже приходится отмечать не знаю как то нет у меня особых тематик но я решил раз нету особых тематик честь того что я сейчас катаюсь своем пикапе рассказать вам про него первые впечатления то есть я вам выкладывал уже два видео о покупке первое видео когда я смотрел другой пикап такой которые не купил я вам там все объяснил в чем в нем проблемы второе видео очень долго я вам все подробно рассказывал что в этой машине то ну именно конкретно по ней какое там состояние на что я обращал внимание это я не делаю обзор и машин потому что это как бы не моя тематика и по машинам полин как жарко по машинам вы можете кучу видео еще надо холоднее сделать кучу видео найти на ю тубе именно обзоров там где вам ну могут рассказать про технические характеристики про я не знаю подвеску и всякие дети вещи я в них как бы разбираюсь разбираться хочу потому что смысла не что я не какой-то автоманьяк мне главное машина надежная было приятно эксплуатации экономично вот и кроме того что вам выкладывала он горел те два видео кроме этого есть еще видео одно про замену масла ну там тоже так особо полезной информации нету просто там более о том как официальный сервис он доработает здесь в америке какие у них цены то есть я как бы свое мнение тоже вам высказывал по поводу по этой машине я записывал мало видео ну вернее не записывал у меня было много по ней контента потому что я на нее ставил фаркоп причем я оставил сначала один который на нее не встал мне его пришлось вернуть вот в магазин где я покупал и заказать другой другой на нее встал ну тоже с небольшими проблемами но я про это все не записывал потому что ну друзья ну сами подумайте сколько человек на youtube и посмотрит видео на русском языке как ставить фаркоп на honda richline honda richline 2006 года но я думаю что нисколько может быть там из подписчиков только несколько человек его откроют просто которые у меня на канал подписаны и смотрят все подрядно я даже не думаю что его смотреть куда будет а видео там объемный там столько всего записывать потом я покупала оригинальную заглушку фаркопа хонда потом я на него купил оригинальные брызговики хонда задние передние были на ней когда я его покупала задних не было поэтому задние прошлось покупать мне тоже брал оригинал устанавливал и так бы еще вспомнить ну по-моему все может какие-то мелочи там делал крепление под телефон установил ну по креплению у меня есть видео по той машине а это крепление точно такой же я установил туда мне она очень понравилось и купил второе поставил сюда все люди кто его видел вот я там подвозил знакомых все говорят крепление очень классная всем нравится мне тоже очень еще 2 покупал и если кому все равно эта информация интересна потому что я также записывал также ну это я не не записывал я думаю я запишу потом видео по расходу бензина да по расходу бензина может быть будет кому-то полезно но я вам хочу к тому сказать что если кому вообще по этой машине информация интересна то вы можете на драйв.ру найти мой блог у меня там 10 подписчиков у меня там 10 подписчиков я это чисто для себя делаю там не для кого-то мне самому интересно потом знать когда я что а еще газовые лифты я менял на кунге но с ними ничего не случилось просто они уже были старые и уже типа не держали давление вот поэтому их тоже пришлось поменять но тоже я видео все эти видео не записывал но в блоге я все это описывал в блоге есть абсолютно все что я в этой машине дел даже вплоть до мелочей но нету про крепления я что-то не записал а вот даже про заглушку фаркопа есть и про замеры расхода топлива это все есть у меня в блоге можете подписаться и там читать значит в этом видео я вам тут небольшое как такое вступление получилось в этом видео я вам хотел рассказать вкратце впечатление о машине ну забегая вперед скажу что впечатления просто превзошли все мои ожидания честно говоря потому что я немного боялся покупать вообще такую машину большую но я честно говоря как бы когда уже тест драйвил и первую которую я смотрел которую я не купил и вот эту уже тест драйвы меня в принципе практически уверили в том что надо ее покупать и блин когда я купил когда я в ней ну начал как бы немного разбираться там что к чему ездить на ней я понял что друзья эта машина это просто какая-то находка просто вот ну конечно многие знают что я как бы любитель хонд но я не какой-то там фанат знаете я там их не защищаю ничего там и не то что я бы я на них помешан и я вот покупаю хонды только потому что они как бы хонды нет я мне действительно как бы вот хонды нравятся именно по опыту использования их техники потому что еще давно давно когда я жил в россии в украине у меня был мопед такой маленький мопед honda dio он там был 80 какого-то года короче я его купил с каким-то там сумасшедшим пробегом ну чувак раньше были бизнесы там люди возили эти мопеды из японии там во владивосток там их растамаживали и потом покупали короче я у такого чувака и купил который их возил вот у него там их было много всяких но вот мне именно это хонда очень приглянулась и ангару друзья вот в шоке стал он просто ну я не знаю он столько мне принес положительных эмоций хотя мопед это уросло это что такой дырчик пятьдесят кубов не было там сорок девять по моему вот но я был поражен просто технологией которые в нем применены качеством там всего сборки для восьмидесятых годов ну он просто я не знаю и плюс он был неубиваемый там я не знаю ну очень классный мопед вот и потом я вам рассказывал я купил вот эту Акуру девяностого года интегра джиос которую блин очень мне жалко но просто машина была ну какая-то любовь ну она просто идеальная просто идеальная не пришлось ее продать потому что три машины не разрешено нам содержать и плюс она короче гнила в нерабочем состоянии была в общем жалко было конечно продавать но может быть люди которые купили ее займутся восстановят вот кто знает они какие-то школьники ее купили наверное сделают из нее какую-то страйк трейсерскую машину и будут убивать ее просто то есть наверное уже одна из последних была стоковых машин таких поздних годов девяностый год вот ну да хонда которая у меня я вам так вкратце про нее что-то рассказывал но тоже не было ни обзора ничего именно по той же самой причине друзья таких машин просто нету в России в Украине но есть несколько штук они продавались официально в Украине но ее цена там была чисто салонная 37 тысяч долларов по курсу но их не особо то покупали потому что машина специфическая я вам говорил ну я ее покупал я вам говорил не от фонаря я ее покупал именно запланированно я хотел именно такую и у меня на нее было конкретное использование то есть она была нужна для кому-то чтобы ездить далеко на работу чтобы ездить там по магазинам по врачам там по таким делам то есть у меня конкретно вот задачи я ее покупал и она фу-фу-фу-фу но она справляется с ними идеально все там тысячу процентов и даже больше я на ней ездил в походы и в путешествия и каяки на ней возил огромные и в общем чего только с ней не происходило и она фу-фу-фу вот чтобы не сглазить ни разу не подвела вот за сколько лет она у меня уже пять лет ни разу ни одной поломки ни одного ремонта ничего семьдесят тысяч миль это сколько ну так больше ста тысяч километров как уж там только замены масла резины резину покупал хорошую потому что я считаю резина это одна из очень важных частей машины и она влияет на многие параметры как на устойчивость на расход топлива на комфорт при езде тот же шум там машина низкая она близко к дороге и старые стоковые шины они очень сильно шумели вот и вот это получается у меня уже четвертая honda да за всю историю жизни и она просто я вам скажу но это топовая машина вообще из всех которые у меня были я вот не на секунду не разочаровался так чтобы говорить по делу поменьше эмоций первое что поражает я вам говорю комфорт комфорт вот я вам говорю как в лакшериках как в люксовых машинах вот я не вру ну блин я сколько у знакомых полно машин я ездил там на лексусах и на мерседесах на бэшках там на бьюиках ну конечно да там всякие есть комфортабельные машины здесь может там оно не так супер комфортно но я вам говорю вот когда в ней едешь то чувствуешь комфорт вот как в лакшери машине то есть все кожаная обшивка подогрев сиденья вот я сейчас еду включил подогрев у меня тепло электронная регулировка сиденья ну то есть 2006 год то есть 15 лет почти уже машине ну я вам говорю именно не то что здесь там знаете понятное дело я там не сравниваю с теми машинами что сейчас сделаю к примеру там сделали сейчас porsche тайкан электрический в котором просто ну там я не знаю конечно блин просто сумасшедшая машина да сумасшедший комфортом блин кожа там все дела абсолютно и две секунды она разгоняется до сотки 300 чем-то там не может проехать или до 300 но там у них разные есть комплектации с разными количествами батарей за 2 секунды разгоняется и 300 миль может на заряде проехать ну это совсем другая машина она стоит там почти под 200 тысяч долларов или 185 что-то такое и блин она спортивная эта машина вот эта которая если вы думаете что это грузовик чтобы возить грузы нет абсолютно нет она она именно комфортно когда едешь вот здесь я бы ехал на своей час бы было охранительно шумно каждая кочка бы передавалась в мое тело и ну их еще как в простонародье ласково называют табуретками ну так и есть она как табуретка жесткие сиденья спортивные конечно там какие-то река арану они такие под спорт то есть она считается спорт гибриды такие сиденья вот и жесткая подвеска сравнительно жесткая в общем шум шум там очень мало изоляции маленькая машина ну есть там изоляция но она там никакая все что шумит все вы слышите как бы здесь ну внутри а здесь все по-другому никаких кочек я не чувствую по дороге едешь ну абсолютно плавно я не знаю как на катере каком-то плывешь конечно это фривей но все равно на нем там есть неровности там кочки всякие даже и выбоины бывают и я этого ничего не чувствую я чувствую офигенно комфортно плюс здоровые кожаные сиденья все подогревается классная поддержка везде и боковая и все ну то есть чувствуешь комфортно вот такое ощущение что можешь пять часов ехать и не уставать в той машине в маленькой как бы устаю но как я вам говорю а у нее и другие предназначения даже как бы нельзя сравнивать вот но то что вот эта машина она как бы типа пикап трак грузовик я бы ее не считал вообще пикап траком я бы считал что эта машина просто большой семейный пикап вот именно семейный или как машина выходного дня но никак это не грузовик чтобы там какие-то грузы возить или там я бы для этой цели ее бы не покупал вот то есть это просто для цели ездить в поход на кемпинг чтобы ехать хоть несколько часов комфортно не уставая и чтобы все свои вещи ты можешь ложить в кузов ну мне еще повезло конечно вот с этим кунгом да потому что здесь постоянно идет дождь ну ты сейчас он моросит он может идти и неделями и месяцами и там по два месяца бывает зимой дождь каждый день он там иногда прекращается ненадолго но беспрерывно может две недели то есть в таком климате как бы постоянно ездить с водой короче в этом самом в кузове это конечно абсолютно не дело и ничего ты туда не положишь потому что все будет мокро с кунгом конечно подфортило вот то есть все что туда не положи все будет идеально сухое потому что туда вода не протекает вот там есть окна которые открываются там есть дверца которая открывается но все герметично вот в обместительности тоже я бы не сказал что здесь там здесь обычный кузов стандартный пятифитовый то есть это полтора метровый ну сюда естественно вы если надо перевести вы положите и гипсокартоновые листы ну вот знакомый просил возили ему листы гипсокартона они туда ложатся листы фанеры естественно вы перевезете любые доски двери пиломатериалы там окна ну то есть все что угодно любые листовые материалы все это вы будете возить мешки вот единственно с кунгом есть неудобство что если например возить мусор там на мусорку там отвезти вот он у меня тоже просил эти там стиралки и всякую да я не против я бы двумя руками за но их невозможно засунуть из-за кунга то есть когда у вас просто кузов ты туда все накидал и поехал а кунг он если стоит его короче уже хрен снимешь то есть теоретически он его можно снимать но он для этого не предназначен чтобы постоянно снимать и ставить он во первых тяжелый во вторых там его ставят ну как профессионально то есть там чтобы оно не текло ничего там всякие ну короче когда его снимешь то потом уже вот эта вся операция съем поставка она займет кучу времени там два дня и после этого неизвестно еще сколько будет геморрой если он будет течь что потом хер его знает что делать вот поэтому их никто не снимает если они стоят то они стоят или снимают но уже обратно не ставят то есть снимают когда людям он полностью не нужен а мне он именно нужен она вот сейчас с этим кунгом она вот по ну форм-фактору по своему по габаритам она что-то эта машина получается типа большого SUV то есть типа большого вот внедорожника или кроссовера как это там еще называют то есть типа просто большого SUV в котором есть еще кузов куда можно ложить походные вещи рыболовные вещи то есть вот например для похода она идеал ездил я на ней в поход и палатки и спальники и каяк и вообще все что угодно в нее влази это еще остается куча места вы видите сами как здесь все просторно тут над головой дофига места с боков дофига тут в салоне между сиденьями огромные эти панели ну то есть ну как они называются всяких хранилища там сзади сиденья складываются туда велик можно поставить то есть нагружай практически все что угодно на всю семью то что я вам говорю семейная машина все в кузов закинул поехал в поход не вылезают каяки пожалуйста на крышу поставь эти самые рейлы крепления для каяков и на крышу еще три каяка можно положить ну мне оно пока не надо это я могу в кузове с удлинителем тоже установка удлинителя это все тоже есть вот на драйв туру потому что здесь на это спроса не будет ну я не хочу как бы насиловать себя вот это вкладывать как сказать время и и вот это все ну засорять канал такими видео которые никто смотреть не будет вот ну то есть поездки в поход поездки на рыбалку идеал вот мы ездили со знакомым он просто ко мне приезжал мы его каяк и мой оба закидывали в кузов плюс влезало абсолютно все что надо было нам там краболовки корзины там все рыболовные снасти спиннинги там одежда все влазило мы вдвоем влазили два каяка все наше снаряжение ездили ну просто чтобы экономить как бы пенс еще две машины гонять это самое если мы вместе едем вот несколько таких поездок мы ездили ну к сожалению еще не удалось на ней долгие поездки совершить ну именно долгие такие по тысяче миль у меня есть это все в планах ну надо на ней сначала поездить во-первых я вам говорил только первый сервис прошел тут замену масла мне надо быть уверенным что она в хорошем техническом состоянии а только после покупки она немало ездил ну я еще не не был бы не уверен сейчас бы я бы конечно поехал вот значит преимуществ еще я вам сказал вместимость комфорт тишина плавность хода и вот тоже что мы говорили что две машины гонять ради пенс чего я больше всего боялся вы знаете что я немного такой жадный не люблю как бы разбрасываться деньгами на то что мне необходимо я вот очень боялся расхода бензина и здесь расход друзья ну я был шоке я рассчитывал где-то на литров 13 бензина расход 14 но нет два замера честных замера без всяких накруток без ничего с водками со всем смотрите сами на драйв туру первый замер показал 12 и 6 литров на 100 километров второй замер показал 10 при это с полного бака я вам скажу что получается средний расход около 11 литров и блин казалось бы да ну эти цифры выглядят нереальными для такой машины огромный 11 литров на 100 километров но люди мне написали в коментах причем откуда-то из россии что у них даже в россии на этой машине девять и восемь был расход по трассе девять и восемь меньше десяти литров у меня получалось 11 10 у меня получалось мы в среднем 11 но это охренительно ну блин я имею ввиду для таких габаритов для такого комфорта для всей этой функциональности меня этот расход абсолютно устраивает причем то ну вот я замеры я проводил это не то что я на пустой машине если вот это как раз таки были замеры с похода вот этих поездок с ну с обычной эксплуатации я на ней не езжу там на работу или за покупками она у меня сейчас как чисто походная рыболовная и машина выходного дня то есть я на выходных езжу на ней для удовольствия сейчас просто ну как знакомая пригласила в гости и поэтому как бы сегодня пятница но завтра уже суббота а для меня как бы пятница это уже ночь начало выходного начало субботы тем более я обратно буду завтра ехать и поэтому я подумал что раз завтра выходной то я на выходном езжу на пикапе даже если куда то я еду ну если там вообще в магазин съездить то да но если я еду по каким то делам то я на нем езжу для удовольствия и плюс это не только для удовольствия еще для того чтобы он не застаивался вот потому что если он будет застаиваться он у меня сгниет так же как и акура то есть здесь сырость надо на машине ездить чтобы она вентилировалась чтобы плесень не развивалась вот чтобы там механизмы все работали то есть понимаете в общем экономичность я вам сказал дешевизна обслуживание на официальном сервисе я говорю она обслуживалась всю жизнь на официальном сервисе я думал чувак выкидывает огромные деньги потому что он все делал как бы на официальном сервисе ну нет оказывается официальный сервис сервис очень недорогой для этой машины я честно говоря был приятно удивлен этими ценами что у меня на моей машине маленькой где полтора литра двигатель стоит поменять масло пятьдесят три доллара она этой стоит 62 но это не только масло входит это еще куча там всякой темы она она есть на есть на канале это видео где вам рассказывал она так и называется первая замена масла вот и и недорогое обслуживание и сумасшедшая просто ну тьфу тьфу тоже чтобы не сглазить просто сумасшедшая надежность я не понимаю как машина может быть такой надежной 200 тысяч миль пробега ну вон 183 тысяч миль и здесь просто ну все работает абсолютно двигатель в идеальном состоянии подвеска ну короче вообще никаких поломок нету я не ничего не нашел вот там что-то с дверью ну мне кажется это блин что-то в настройках уже все остальные двери открываются одна нет от полном защита от детей как-то включилась вот и все кроме этого тьфу 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 ну я не знаю как такое возможно 200 тысяч миль ну люди говорят что они по 800 тысяч могут проезжать не знаю правда для меня выглядит как фантастика 800 тысяч миль короче это вот все как бы о преимуществах да вот ну и удовольствие естественно удовольствие моральное удовольствие от как бы езды на такой машине просто вот реально наслаждение это очень дорогого стоит потому что ну как это понимать это здоровье это ваше самочувствие это за деньги как бы здоровье не купишь вот а эта машина вам дает хорошее настроение хорошее здоровье вот еще из преимуществ она очень теплая то есть как бы вот понятно все машины как бы имеют там печку и конденционер но здесь тоже все это есть двух жены климат контроля естественно но я имею ввиду она очень теплая вот если я здесь ставлю как бы 65 вот сейчас стоит то мне в ней как бы даже жарко ну с такой же точной температурой в своей той хонде мне в нифига не жарко мне чтобы жарко надо там где-то ставить 70 или за 70 но минимум 68 ну в этой машине 65 и уже как бы тепло ну правда у меня еще сиденье чуть подогревается но когда здесь стоит 70 или 72 я в ней чувствую даже как бы не комфортно мне очень как бы в ней жарко ну отличная вот еще из плюсов просто сумасшедшая управляемость я думал она не будет управляться будет ездить как какой-то я не знаю автобус или там грузовик ну нет она ездит как обычная машина за счет того что у нее уникальный кузов он не такой как у всех других грузовиков у них как бы там я вам говорю в этой херне не разбираюсь поэтому не хочу грузить так чтобы сказать двух словах там кузов состоит из как бы самого днища на которое все прикручивается сверху а здесь кузов такой же как в обычных машинах как в седанах как в оси то есть кузов полностью делается ну цельным вот как во всех машинах сейчас делаются он полностью штампованный такой это какая-то супер технология короче он выдерживает сумасшедшие какие-то нагрузки этот кузов там на изгиб на все то есть он намного лучше вот этого равного который в обычных и дело в том что в америке до хрена вот этих здоровых машин вот эти же эскалады там их же делают вот по такой же схеме как траки а на самом деле они эти самые считаются из семьи а этот наоборот этот трак ну по сути дела у него рама как у семьи как у кроссовера и он чувствуется вот ну я не знаю мне кажется что эскалада хуже ездить там конечно больше там всякой кожи рожи ну там всяких понтов но выглядят они одинаково ну я не знаю эскалада и вот это когда они рядом стоят с виду одинаковые машины да я вам забыл сказать про внешность внешность у нее топ вот у этой машины просто топовая внешность на мой взгляд потому что мне нравится ретро машины она здесь уникальна кто-то говорит она такая же как пилот это бред абсолютно разные разные абсолютно перед разный зад сбоку вообще даже нечего сравнивать и плюс она больше пилота на сколько вот то есть конечно не линейкой ничего особо общего с пилотом нету кроме там может одинаковые там размер дисков или там что-то может быть но даже салон как бы другой внутри вот обалденная внешность я вам сказал и ну все остальные то немного недостатках все-таки недостатки есть из недостатков как бы я бы сказал то есть ее размер он как бы с одной стороны преимущество вместимость грузоподъемность там他 для 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 удобства но с другой стороны это недостаток в городах как бы мне парковаться очень сложно это ли просто там где я живу где мало машин где мало население где большие парковки machstонность пад antisели я на нее не поеду все просто потому что я там нигде на описании попала не то чтобы потому что они парковаться там просто не существует паркок на какие большие мысли не кто напекал как светло не ездить там город там просто на маленькой машины сложно запарковаться она такой просто невозможно это как бы вот из одних недостатков но и так как не такой что супер недостаток еще из недостатков но здесь много недостатков из-за ее старины здесь как бы вот такие вот небольшие недостатки как типа ну там нету как сказать каких-то современных технологий типа нету бутуса там нету android авто ну блин друзья это 15 лет назад не было этих технологий просто как бы их не существовало если вы купите такой пикап 2020 года по моему же продается час то там естественно это все будет здесь как бы этого нет ну вот блин что-то я вам хотел но есть мелкие недостатки к примеру очень у тут вот 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 эта область управления климат-контролем да вот этим двух зонах она не особо удобная потому что сам вот этот же к экран жидко-кристаллический во первых туда далеко тянутся и и надо присматриваться я вам говорю реально я вот отсюда в очках я в очках хорошо вижу но я не мне надо присматриваться чтобы разглядеть что здесь на этом экране там там непонятно то есть там много-много всяких значков появляется типа включен конденционер там уровень вентилятора там температуру я вижу да сколько градусов все остальное они вот это вот проблема как бы потом блин какие же блин у меня было в голове вертелась пару недостатков блин ну ну да если доска таков конечно ну можно сказать что люди скажут как бы там не не мощный движок здесь в 6 всего лишь три с половиной литра бензиновый ну лошадиных сил не особо много по сравнению с другими там пикап траками то есть это считается light легкий пикап трак трак то есть у него по моему 290 лошадок это конечно немного для такой тяжелой машины в то же время это дает вам экономию вот экономичность и надежность то стоял бы здесь 5 литровый круто американский двигатель ну во первых бы не проехал сколько он уже давно накрылся во вторых он бы бензо жрал далеко не 10 литров как минимум 15-20 и блин ладно я уже приехал короче ну не особо хороший как бы обзор сзади да особенно с кунгом я нифига не вижу когда задним ходом сдаю но это тоже как бы можно камеру поставить с китайский купить можно с этим с как его встроенную в зеркало но в то же время мне не хочется зеркало здесь портить потому что она видите уникальное с этим компасом сначала думал что это фуфлу кто-то поставила это оказывается уникальная желание только такая то есть это реальный компас который работает очень ладно друзья я уже приехал ссоры поэтому я вы тем более видео долго не хочу вас больше загружать поэтому я буду отключаться и вот всем огромное спасибо за просмотр обязательно пишите каменты вопросы по машине чтобы я в следующем как бы видео рассказал а я с вами прощаюсь и да благоволит к вам господь пока пока